я приветствую вас на канале с мастер-классами по вязанию крючком и спицами натали мастер с вами как всегда наташа буду вас сегодня развлекать радовать создавать вам замечательное летнее настроение напоминаю вам чтобы забывали подписаться на мой инстаграм чудесный на мой второй канал с обзорами модных тенденций все что связано с вязанием и также пряжи и конечно конечно мой магазин с огромным выбором пряжи инструментов все самое лучшее интересно низкие цены я в москве доставка по всему миру по всему снг даже не спрашивайте даже не сомневайтесь звоните пишите во вконтакте любая пряжа самое лучшее самое интересное действительно много много всего и конечно лучшие инструменты сегодня мы с вами будем вязать красивый летний аксессуар продолжаем тему летних аксессуаров это резиночка заколочка вот такая нарядная красивая по схемке японской сегодня выходит видео с обзором разных вязанных резиночек и я думаю многим-многим окажется полезным актуальным такая тема для девушек для девочек но я ведь и взрослой тетенька тоже нацепила резиночку и поигралась в девочку может быть может быть кому-то это будет смешно но на самом деле очень красивая штука и на море на пляже вы получите массу удовольствия так как действительно она функциональная вам расскажу лайфхак что же мы будем обвязывать может быть вы еще не знали может быть если вы раньше вязали такие резиночки вы например обвязывали готовую резинку и либо и шляпной резинки создавали или резинки бельевой да на самом деле самая хорошая основа для такой резиночки это резинка для денег то есть как раз она обладает нужной шириной да она не маленькая не узкая как раз два раза будет прекрасно закрутить волосы не короткие не густые не слишком тонкие идеальный объем идеальная прочность идеальная эластичность так что такие резиночки обычно продаются в канцелярии в хозяйственных магазинах можно найти не знаю где в общем вот такой мой вам совет сейчас я вам все покажу мы будем использовать замечательную пряжу атлана гата примола да вы знаете это вискоза 50 грамм 158 метров вы уже видите у меня на каналах эту пряжу очень красивая кошечка на кошечка итальянская такая фабрика и пряжа для не это необыкновенная для отделки я буду использовать 51 мятный цвет такие морские сочетания я обожаю сочетание мяты вот с таким глубоким синим вот резинка которую я вам предлагаю обвязывать для таких целей из японских журналов все схемы которые вы можете найти на моем втором канале целые изобилия они подойдут для обвязывания именно таких резинок и так первый ряд что же мы делаем мы обвязываем у меня крючок два с половиной мы обвязываем резиночку столбиками без накида по схемке которую я сейчас я вам покажу 65 столбиков без накида мы должны с вами провязать сильно не затягиваем чуть-чуть пододвигаем по резинке все это свободно будет распределяться ничего не будет перекручиваться уверяю вас когда мы дальше все это закончим и конечно опытные вязальщицы крючком по схеме и сами все свяжут но у меня видео для начинающих для всех и замыкаем в круг соединительным столбиком давайте посмотрим на эту прекрасную разработку замечательную схему все продумано все идеально просто четко вот она у нас тут будут рельефные столбики столбики без накида столбики двумя накидами воздушные петли и пико из 3 воздушных петель вот и все делаем скриншот и по схеме соединяем наши столбики до соединительным столбиком первый ряд готов второй ряд нам нужно провязать первым цветом в моем случае темно-синим 4 воздушные петельки подъема 1 петля поворота делаем 2 накида и в каждый столбик мы будем провязывать столбик с двумя накидами патентный то есть я провязываю одну петлю 2 2 вместе воздушная петля и опять 2 накида и патентный столбик и таким образом мы с вами вяжем опять шестьдесят пять столбиков с двумя накидами по кругу это второй ряд достаточно трудаемка резинка она будет очень объемная красивая и замечательно смотрится на волосах держит хвост держит пучок который вы можете просто свернуть если у вас волосы не очень скользкие будет держать в общем практичная вещь не только декоративную функцию несет и так второй ряд мы заканчиваем провязываем шестьдесят пять столбиков с двумя накидами воздушная петля и соединительным столбиком закрепляем третий ряд 4 воздушные петли подъема 3 петли поворота и снова будем вязать патентные столбики но рельефные сзади мы вяжем за столбик рельефный столбик с двумя накидами снова три воздушные петли и патентный столбик с двумя накидами рельефный изнаночный сзади мы вяжем под столбик и воздушные петли и повторяем третий ряд основным цветом так у нас будет выглядеть тем самым у нас еще больше волнуются до 0 волнуется 1 море волнуется 2 усугубляем ситуацию одна из самых красивых резиночек на мой взгляд обязательно посмотрите обзор вчера был обзор с самыми интересными повязками ну а сегодня это разные резиночки изысканные для волос я очень люблю такие аксессуары и продолжаем четвертый ряд опять три воздушные петли соединительным столбиком заканчиваем ряд и четвертый ряд что нам нужно сделать нам нужно перейти в середину арочки соединительными столбиками провязываем и в середину арки столбик без накида далее воздушная петля два накида и не патентные обычные столбики с двумя накидами мы с вами провязываем под следующую арку не пропускаем арку а прям под следующую мы провязываем 1 столбик с двумя накидами обыкновенной воздушная петля 2 и всего нам нужно провязать 5 и воздушная петелька между столбиками 5 провязываем 3 воздушная петля 4 воздушная петля 5 и далее воздушная петля и вяжем столбик без накида под следующую арку воздушная петля под следующую арку мы снова с вами вяжем 5 столбиков с двумя накидами и между ними воздушная петелька да по схеме все очень просто тем самым мы закончили эти четыре ряда составляют всю резиночку этим цветом далее мы будем обвязывать вторым цветом у меня основной цвет темный отделка светлая вы можете как на схемке предложенные наоборот сделать уже очень красиво очень пышно витиева то все супер супер обязательно возьмите качественную пряжу для аксессуаров да из дешевый какой-то совсем пряжи вязать не стоит так как важна сама фактура ниточки так можно взять фасонную пряжу с блестками с пайетками с люрексом тоже будет очень хорошо ну и теперь давайте возьмем второй цвет моем случае это мятный оттенок и мы с вами будем обвязывать второй ряд столбиками без накида и пика и далее мы закрепим ниточку и обвязка вторая у нас будет четвертого ряда и так мы закрепляемся и вяжем под арку 2 столбика без накида и 3 воздушные петельки мы должны провязать и будем первый столбик без накида 2 3 воздушные петли и делаем пику как обычно по 2 планочки которые перед нами мы провязываем соединительный столбик под следующую арочку два столбика без накида 3 воздушные петли и провязываем пику и так под каждую арку кропотливое занятие но очень красиво так как цвет контрастный я надеюсь вы увидите ваши любимые оттенки любимые цвета и появится у вас такой симпатичный аксессуар классно смотрится на руке как браслет посмотрите я провязала первый ряд отделочный и честно вам скажу я была в полном восторге очень приятно я люблю вязать аксессуары люблю быстрый результат закрепляем ниточки все как обычно понадежнее попрочнее можно кстати если речь идет о таких вещах как резиночки так далее можно крошечную капельку клея даже добавить на кончик буквально мизерную на кончике булавочки например момент кристалл и тогда никогда у вас не высунется кончик нити посмотрите какая прелесть внутренняя обвязка первого ряда готова и теперь будет самое длинное обвязывание такого бесконечного ракушечного края как же мы будем обвязывать да очень просто то же самое столбики без накида плюс пико закрепляю нить для начинающих это видео есть для начинающих мои дорогие я призываю вас ознакомиться знаю что не все в курсе что на любом экране воспроизведение youtube в правом верхнем углу будь то вы на телефоне смотрите на ноутбуке на компьютере на планшете неважно где если у вас видео проигрывается вы можете навести курсор мышку на правый верхний угол самого экрана там будет кнопочка с тремя белыми точками вы на нее нажимаете и в меню видите скорость воспроизведения вы выбираете скорость какое какая вам подходит несколько вариантов медленной но есть забыстренная я кстати часто быстро смотрю какие-нибудь видео нудные или бывают блогеры которые медленно говорят мне хочется побыстрее я включаю немножко быстрее но это не связано с вязанием обязательно имейте это ввиду вот и с большим удовольствием мы с вами вяжем как под каждую арку столбик без накида далее в этот столбик первый мы вяжем пико и далее второй столбик под эту же арку и все готово вот наша резиночка такая пышная такая красивая мне нравится как браслет я люблю всякие резинки носить на руке все это замешивать смешивать вместе с браслетами из пандоры с кем-то жемчужинками то все вперемешку вот так нравится мне напишите как нравится вам как вы относитесь к таким резинкам бытует мнение что они все какие-то старомодные никому не нужны но я думаю что все это полная ерунда если вещица красивая а главное такие резиночки очень удобные они имеют место и право на существование лишь бы нам нравилось и было выполнено из красивых материалов и красивая моделька так мои дорогие я сегодня на этом с вами попрощаюсь напоминаю вам чтобы вы перешли на второй канал ссылка на обзор именно конкретно про резиночки разные схемы описания будет под видео не пропустите обязательно посмотрите я вас надолго не оставлю впереди много интересного я готовлю видео с новинками моему магазине это разные инструменты и пряжа много много интересного увидимся поболтаем всех целую обнимаю пока пока